На этом небольшом производстве за 300 километров от областного центра Родина Демарканова работает уже 33 года. Ткацкие станки, на которых она трудится, были изготовлены по народным образцам в 1972 году. И с тех самых пор шахунские мастерицы создают здесь уникальные пледы, скатерти, плотенцы и салфетки. На половике даже больше нравится работать. А почему? А почему здесь легче? Там надо узоры, там педали надо, там узорчики надо постоянно делать. А тут по узке и все. Одна из эксклюзивных вещей приходится в пору заместителю регионального парламента Александру Табачникову. Поддерживая экономику северного района и традиции домашнего ручного ткачества, он не упускает возможности пополнить гардероб. Опа, 50-го, нет, все. Я буду моделировать, работать. А можно сюда? Я вообще вот прям в стиле вот. Вот. А это одно из передовых хозяйств региона. СПК Новый путь. Поголовье 1100 коров, 2500 гектаров пашни. Сейчас на предприятии работают 60 человек. Государство поддерживает, но все-таки несколько проблем у колхоза есть. Мы сегодня закупаем это молочное оборудование. Вроде бы оно является, там, посмотришь рекламу, там и тут, оно очень хорошее, качественное все. Закупили. Буквально через два года запасные части под нашу отцель оборудование. Начинаешь обращаться, оно уже не актуально стало на рынке, оно поменялось. И запчасти найти для этого два года поставленного назад оборудования сложно. Если мы хотим поддержать молочное скотоводство, то давайте сделаем на уровне Российской Федерации, для нашего региона, какие-то наиболее подходящие проекты, животноводческие помещения этих спроектированные, оборудование наиболее такое доступное и, так сказать, надежное. Следующей точкой пресс-тура Клуба парламентских журналистов Законодательного собрания Нижегородской области в городском округе города Шахуния становится самое крупное градообразующее предприятие – молокозавод. Он дает работу местным жителям, а если учесть, что сюда привозят молоко из хозяйств этого и соседних районов, значит, работа завода – это экономическая и социальная стабильность территории. Мы уже как бы выросли в объемах. Мы сейчас вырабатываем где-то кисломолочные продукции больше 20 тонн. Сметаной мы где-то в сутки вырабатываем больше 10 тонн. Это все вместе. Это сметана имеется в виду, йогурты, кисломолочная продукция – это все вместе где-то 20 тонн. А мы планируем одной сметаны только больше 15 тонн вырабатывать. Шахуния одинаково способны развиваться как небольшие предприятия, так и градообразующие. Однако привлекать инвесторов в регион весьма проблематично. Шахуния – один из пяти северных районов области, которые не газифицированы. Мы на сегодняшний день понимаем, с какими проблемами, почему газ сюда не пришел. Правительство Нижегородской области, депутатский корпус сейчас очень активно работает над тем, чтобы включить в проектирование ветку урень Шахуния. И думаю, что если в этом году мы решим вопрос с началом проектирования, то в течение четырех лет сюда газ придет. Ну, два года на проектирование, два года на строительство. Именно эти моменты, они позволят в будущем сделать наш муниципалитет более инвестиционно привлекательным. И городской округ, город Шахуния не будет терять молодых людей, отъезжающих в другие большие города. Проблема есть, но вот только через привлечение инвестиций, создание рабочих мест можно ее разрешить. Успешный пример всех увиденных производств еще раз доказывает, что район готов развиваться дальше. Алектина Батурина, Ренат Бегбаев, Олег Климен. Из городского округа, город Шахуния, Объективное ННТВ.